Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Аздару, Елена Мищенко в студии. В эфире итоги недели Центральной Азии. В этом выпуске мы расскажем. Мамад Бакир, Мамад Бакиров убит. Усиление давления на активистов в Узбекистане. Что власти планируют изменить в Конституции? Товары в нагрузку. В Туркменистане жители не могут просто купить муку. Мамад Бакир, Мамад Бакиров убит. 22 мая в городе Харок, Горно-Бадахшанской автономной области, таджикскими спецслужбами был убит один из общественных лидеров-памирцев Мамад Бакир, Мамад Бакиров. Об этом сообщил по Мир Дейли Ньюс со ссылкой на свои источники. Мамад Бакир, Мамад Бакиров был расстрелян в местечке, известном под названием Бойня. Ранее сообщалось, что для физического устранения Мамад Бакира, Мамад Бакирова спецслужбы направили группу киллеров. Последние годы Мамад Бакиров находился под беспрецедентным давлением таджикских властей, неоднократно получая угрозы. Он почти не выходил из дома. Спецслужбы вели круглосуточное наблюдение за его домом. Как сообщила журналист Анна Расар-Корова, к прогуливающемуся безоружному Мамад Бакирову неожиданно подъехал пикап, из которого вышли четыре сотрудника спецслужб Таджикистана. Они окружили полковника и без предупреждения открыли огонь на поражение. Мамад Бакир Мамад Бакиров получил множественные огнестрельные ранения и скончался на месте. Сообщается, что один из его ближайших соратников, тайно следовавшим за ним, был тяжело ранен. В настоящий момент он находится в больнице. Еще один местный житель, ставший свидетелем трагического инцидента и попытавшийся спасти Мамад Бакирова, был также застрелен. За последние шесть месяцев на Мамад Бакира Мамад Бакирова было совершено несколько покушений. Власти Таджикистана должны обеспечить тщательное и объективное расследование в случае применения силы сотрудниками правоохранительных органов, приводящих к жертвам среди мирных граждан в ходе недавних протестов в Горно-Бадахшанской автономной области. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. Как сообщает радио Озуди, правозащитники призвали также к немедленному прекращению произвола в отношении задержанных в Харуге и Рушан, которых официальные власти называют боевиками и членами террористических группировок. Напомним, что ситуация в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области обострилась 17 мая, после того, как группа жителей вышла на улицы и перекрыла дорогу Душанбе-Харуг. 18 мая власти заявили, что проводят там контртеррористическую операцию и назвали протестующих членами незаконных формирований, которые, по их словам, получали инструкции из-за рубежа по дестабилизации страны. МВД назвало 46 жителей Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области членами преступных и экстремистско-террористических группировок, принимавших участие в митингах. Все они задержаны. Среди задержанных независимая журналистка и гражданская активистка Ульфа Тхонима Матшоева, которую власть обвиняют в публичных призывах к свержению власти, отмечается в заявлении Human Rights Watch. Все материалы уголовного дела по обвинению Матшоевой получили гриф «Секретно». Правозащитники просят также обеспечить возможность сотрудникам Красного Креста и правозащитникам посетить кризисный регион. Власти Таджикистана до сих пор не отреагировали на заявления Human Rights Watch и других международных правозащитных организаций. 27 мая в Душенбе под представительством Таджикистана начался четвертый раунд диалога встречи по региональной безопасности по Афганистану. Во встрече приняли участие секретари Совета безопасности и советники по национальной безопасности Таджикистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Узбекистана. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, угрозы и опасности для стран региона, исходящих с территории Афганистана. По итогам встречи участники приняли совместное заявление, в котором подчеркивалась недопустимость использования территории Афганистана международными террористическими организациями для убежища, подготовки, планирования или финансирования любых видов террористических актов, направленных против соседних стран и региона. Усиление давления на активистов в Узбекистане. Власти планируют внести соответствующие изменения в Конституцию. Главным инициатором внесения поправок в основной закон является президент Шавкат Мерзиёев. Какие именно положения Конституции будут изменены, неизвестно. Заявления партийных лидеров не прояснили ситуацию, но большинство аналитиков и активистов считают, что изменения повлияют на срок полномочий действующего президента. Эта гипотеза пока не подтверждена инициаторами изменений, но нет и опровержений. Одновременно с подготовкой конституционных поправок усиливается давление на местных политических активистов и критиков правления. Лидер недавно созданной в Узбекистане Социал-демократической партии «Справедливость и развитие» профессор Хидерназар Алаколов заявил в виде обращения, опубликованном 21 мая, что усилилось давление со стороны силовых структур. Политический активист Мухтор Убайдулаев сообщил Озадлику, что в прошлом месяце против него и других активистов были возбуждены административные дела и что они приговорены на 15 суток лишения свободы. Недавно было возбуждено административное дело, против Алексея Гаршина, узбекского блогера и политического деятеля, инициировавшего создание политического объединения ОЗО-2ТАН и информировавшего общественность о тайной резиденции президента Мерсиёева. Казахстанские банки ужесточают правила получения платежных карт для россиян из-за опасений санкций. В некоторых банках у них стали требовать справку с места работы и вид на жительство, а финансовые учреждения опасаются, что бесконтрольная выдача приведет к санкциям уже против них. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на республиканский телеканал КТК. В сюжете телеканала прибывший в Казахстан россиянин говорит, что для получения банковской карты в Казахстане просят либо трудовой договор, либо справку с места работы. По его словам, в колл-центре банка сказали, что новые правила действуют больше месяца и они одинаковы для всех иностранцев. В Национальном банке Казахстана сообщили, что в законе нет нормы, требующей от нерезидента наличия трудового договора и вида на жительство, но и запрашивать их никто не запрещает. 8 апреля Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что с 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто почти 12 тысяч счетов для физических лиц, резидентов России и Беларуси. После начала войны в Украине платежные системы Visa и MasterCard приостановили работу с российскими банками. 10 марта Visa и MasterCard перестали обслуживать выпущенные российскими банками карты. Это способствовало увеличению притока российских граждан в Казахстан, в том числе за получением карт этих систем, позволяющих свободно осуществлять финансовые операции по всему миру. Товары в нагрузку. В Туркменистане жители не могут просто купить муку. На прошлой неделе в госмагазинах Липапского Вилаята продавали муку по фиксированным ценам – по 5 кг на одного человека, сообщают корреспонденты хроники Туркменистана. При покупке 15 или более кг на семью к муке прилагалась пачка стирального порошка за 10 манатов. В отдельных магазинах вместо стирального порошка в нагрузку продавали украинское сгущенное молоко и туркменскую томатную пасту с истекшим еще в 2018 году сроком годности. Недовольным покупателям продавцы отвечали, что продают товары по требованию потреб Союза и рекомендовали писать заявление в полицию или в органы местной власти. В начале мая хроника Туркменистана сообщала, что жителям некоторых сел Липапского Вилаята разрешили отказываться от продуктов, продающихся в довесок ежемесячным пайкам. Для этого им надо подать письменное заявление главам местных генгишей, которое будет переслано в Хекимлик и в потреб Союз соответствующего Этрапа. Процедура может занять 2-3 месяца, но потом направившая заявление семья сможет приобретать продукты по госценам без необходимости докупать ненужный товар. В Кыргызстане милиция вызвала на беседу о втором видео, сообщивших об обнаружении флага Украины на пике Путина. Об этом Азаттыку рассказала альпинистка Светлана, опубликовавшая видео. По ее словам, в отделении милиции вызвали ее напарника. Причины вызова пока неизвестны. Флаг Украины на пике Путина альпинисты обнаружили 24 мая. Как рассказала Светлана, они являются гражданами России, но последние три года проживают в Кыргызстане. В МВД попросили Азаттык обратиться за комментарием в ГУВД Чуйской области, на территории которого произошла история. В пресс-службе областного управления попросили перезвонить позже. Власти Кыргызстана заявляют о нейтральной позиции по отношению к военному вторжению России в Украину. С начала конфликта милиция разогнала несколько акций протеста у здания посольства России. А Государственный комитет национальной безопасности предупредил об ответственности за использование буквы «З», ставшей символом российского вторжения в Украину. На этом мы заканчиваем выпуск итогов недели Центральной Азии. Спасибо, что остаетесь с нами. Встретимся скоро на канале Аздару. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин